Всем привет, вы на канале Туньки Тайм. Сегодня у нас Dragon's Dogma 2. Обычно я трачу на создание героев-героинь очень много времени, потому что я люблю это делать, но сейчас мне нужно вложиться в два часа, меньше чем два часа, очевидно, и пройти как можно больше геймплея, потому что вера на высшая ступень проявления воли человека, потому что я читала отзывы в стиме и там 60 процентов негативных отзывов о том, что игра плохо оптимизирована, о том, что фпс говно, о том, что ну типа лагает и все такое. Окей. Не знаю, как будет у меня, но отзывы у нее не очень. Поэтому я создам героя-героиню, не знаю кого, на скорую руку и чисто чтобы он больше посмотрел. Геймплея, благородные гости, да услышат каждый мои слова. Долгое время Вермонт претерпевал невзгоды. Лишенный истинного монарха, готового взять бразды правления в свои руки. Десятилетия минули с тех пор, как его величество Эрланд восседал на троне дракона. Многие испытания выпали на нашу долю, но не напрасны были те жертв. Мне кажется, ты какой-то тихий. Правлению консула приходит конец. И это благо. Свершилось законный правитель, снова с нами сегодня мы это празднуем. Владыка снова с нами. Я? Я? Не я. Блин, облом. Вот это отстой. Она меня показывала. Смотри. Блин, на тебя. Позвольте, что за вдохновляющий образ. Ваше величество может рассчитывать на мою преданность. Ваше величество может рассчитывать на мою преданность. Нажимаемый образ. Окей. ... ... ... ... ... ... Внемлите! Перед вами восседает человек закона, он, наследовавший трон дракона, герой которого сам дракон избрал своим врагом. Внемлите и возрадуйтесь, ибо судьба даровала нам спасение и это блага. Свержилось, окей. Хвала небесам, ибо лишь истинный владыка может направить нас по верному пути. Ибо с каждой стоящей здесь поклянется в верности владыки, да будем все мы едины в надежде, что нынешнему правлению не наступит конец. По-любому. Ура! Ух ты! Оставший герой. Герой коему предначертано сразить дракона. Коли ты хочешь увидеть истинную суть этого мира, отбрось предрассудки. Давай, я отбросил. Отдай мне свое сердце и свою жизнь. Я призываю тебя проявить волю неиспраздной прихоти, но дабы изменить течение воды судьбы. Вот судьба. Раскопки, темница. Ну, типа... Тяжко мне, наверное, будет так быстро скипать создание, потому что я прям, прям обожаю создавать. Просто обожаю во всех играх, где есть кастомизация, где есть создание. Я обожаю. Обожаю все это. Я? Опа, подлак. А я видела. Итак, кто из вас из этого был? Мне нужно стесняться. Мне просто нужно записать твое имя и описать черты лица. Давай шаг вперед. Это что за Скайрим? Приехали. Вы можете выбрать заключенного, чтобы использовать его в качестве заготовки или выбрать фигуры купшения, чтобы создать персонаж. Давай я не буду создавать с нуля чисто, потому... Ух ты, вас тут... Ой, сколько у вас тут. Окей, ух ты, коджитики. Блин, создание от... Ладно, я выберу просто кого-то, кто хоть как-то на меня походит, чтобы не сильно менять, а просто там прическу какую-нибудь изменить и все. Maybe. А можно как-то? Нет, я не хочу. Окей, не надо менять туловище. Да, тоже не надо менять. Послушайте, в смысле не надо менять? Пофиг, не буду менять. Голова. Да. А почему ты мне ее... А, спасибо, ты даешь мне выбор, типа. Окей, давай я сейчас быстренько, да, выберу, быстренько выберу что-нибудь. Что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь более-менее приближенное ко мне, потому что я люблю, по крайней мере, первую игру проходить за кого-то, кто более-менее похож на меня. И... Не знаю, никто. Вообще, я бы хотела играть за эльфийку или за гаджитку, но окей. А с другой стороны, слушай, а с другой стороны знаешь что? Знаешь что? Назад. Назад. Да. Ээээ... Да, я хочу посмотреть трассу быстренько. Что это? У меня и так была... Я... Что? Детальное редактирование? Нет, я не буду делать детальное редактирование. Хорошо, знаешь что? Окей. Да. Ладно, все, пофиг, я не буду ее менять. А можно я хотя бы изменю ей? Почему я не могу хотя бы оставить это лицо? Какое это лицо? И взять просто прическу и сменить. Я не могу так сделать? Не могу так сделать? Прически, блин, вот прически я люблю реально. Что это такое? Фиг с ним. Фиг с ним. Я оставлю ее. О, блин, я люблю играть либо за маг, либо вор. Может лучницу? Можно будет изменить. Пускай лучница, окей. Извините, а как послушать голос? А как послушать голос? А-а-а! Прическу. А-а-а, прическу можно изменить. Спасибо. Может, я сейчас по-быстренькому найду что-нибудь, что у меня больше... Это что, Леон Кеннеди? Привет. Ну, прическу реально Леона. Не то, чтобы мне что-то сильно... Ну, ладно, тут окей, хорошо, редактор мне нравится. Правда, я бы посидела в нем подольше, если бы было время, но он... Но я не могу посидеть в нем подольше, поэтому я не буду это менять. Вроде бы... А! Знаешь что? Я видела где-то тут... Вот, это хорошая прическа, мне нравится. Цвет кончиков. Чё, кончики черные? Чё, у тебя кончики черные? Так, давай. Ресницы? Какие ресницы? Пофиг на ресницы. Назад. Подводка. Ээээ... Эээ... Тоже пофиг, в принципе. Стой, подожди, у нее вот эта была, пусть дальше и стоит. Значит, губы, зубы... Зубы? Прикольно. Узоры, узоры, узоры... Узоры... О! Правая рука, ишь, это с драконом? Есть рисунок дракона? Ну, типа... You know? Не вижу рисунок дракона. О, вот рисунок дракона. Ты будешь с рисунком дракона. Всё, хорош. Да. Голос, не знаю, я почему-то его не слышу. А, В. Я не знаю, что это меняется. Окей. Имя? Пофиг. Я готова, да. Подождите. Прозвище? Угу. Прозвище, да. Валькирия. Возраст. Будет как я. Мне 25 скоро. Ну, пусть будет 24. Окей. Да. Да, я подтверждаю, пожалуйста. Окей. Да, я готова. Вы знали бы, как тяжело было пропустить. Не нравится мне твой взгляд слишком дерзкий для пешки-то. Да ты мне тоже не очень, типа. Что такое мне... А, я должен... У большинства из вас взгляд пуст, словно у трупов. Впрочем, так и должно быть учитывая, что вы восстаете из мертвых. А ты совсем много крови, словно тебе ведом страх смерти, как и всем смертным. Ну, не переживай, полувыродок три дня здесь, и ты будешь жаждать сладких обедей смерти. Давайте шевелитесь, бестолковые волоки. Знаешь что? Отвали. Добавлено одно или несколько дополнений. Вы можете получить к ним доступ по мере прохождения игры. Окей. Это я. Это я. Так вот, знали бы вы, насколько сложно, насколько реально сложно. Пропустите мне. Беседа. Насколько реально сложно было пропустить создание. Потому что, господи, как же я люблю создавать. Да, я сказала это уже миллион раз. Но что я могу поделать? Я обожаю это делать. Просто обожаю. Отвечаю, когда я буду проходить Скайрим. Ой, какой Скайрим? Подожди, ну Скайрим тоже, ладно. Записывать в смысле Балдурский. То, мне кажется, я даже там буду в создании своей героини сидеть миллион времени. И тем, кто это не любит, придется промотать. Почему ты так странно ходишь? Как будто обосралась немножко. Извини, а можно бежать? У тебя есть? Она не может бежать, да? Не хочешь бежать. Что такое? Окей. Вместо раскопок? Раскопки. Прикольно. Что ты там мишкаешь ленивая, вроде шевелись. Отвали от меня. Фиска. Не могу бегать. У тебя есть какой-нибудь? Тап. Карта. Окей. У нас есть карта. Прикольно. Инвентарь есть? Нету пока что. ФВ. Слушай, можно я тебя окликну? Что, не надо? Нет, ничего. Пока. Она реально очень странно ходит, и еще и еще она почему-то не бегает. Может, просто пока у меня нет такой возможности, но я подожду. Может? Раны болят? Малень, не напрягайся излишне. Мы знакомы? Тут не место для таких, как ты. Слишком уж сурово даже. Мы, пешки, едва тут выживаем. Не стоит тебе слить, смотрите на следах места работы. О, ура, мне дали побег. Так, что ты за мной идешь? А, не за мной, окей. Прикольно, хорош. Они так странно бегают, а боже. Что это? Время приниматься за работу. Да? Мне работать надо? Тут берите валун. Где валун? Там валун. Я не могу это выглядеть. Уже горе желанием потрудиться. Ты кто-то начал охватывать камни вон там? Посади и доволоких сюда. Посади. Позади. Извините. Ну, тиковинка, конечно. А шо? Шо роботе? Я не могу. Капец. Control R. Control R. Почему? Control R. Окей. Control R. Control. Меню предметов. Можно инвентарь? Нельзя инвентарь. Где камень? Давай камень. Это? Этот камень нет. Как-то он вон. Это? А, конечно. Это. Как-то еще чакайный камень. Капец. Я не могу это morbide. я не пойму я уже взяла и отпустила взять отпустить из исчезни пожалуйста нет да еще камень возьму чешу что ну и что вот и что я взяла камень да мне в положить надо извините да вы его несете покажи мне куда ты вынесешь а к нему что ли найти камень да мне этот камень нести уже горе желанием потрудиться тогда для начала хоть и камни вон там посадит волоких сюда так я уже мне все надо тебе принести шо еще мне сделать слушай чё приколиста можно мне просто ну неплохо сработано следующее по списку что там за шуму надо выяснить ура рыбу боже как странно они бегают я не знаю ладно а 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 только не это проклятое отродье проснулось надо мной угоманить демона пустя ценой ваших жизней а пасиба боже вы вытащи меня отсюда скорее а я и к к это к к к к м А можно мне какой-то, типа, прицельный выстрел? Ясно, ясно. Куда тут в тебя целится? В лицо? Дор спереди, понятно. Ага, все, ладно, окей. Какие объекты заходят, чтобы я подняла и бросила? Не могла бы ты схватить? В смысле, схватить? Что я делаю? Окей, для атаки что-то там в АСД и окей. Откуда я стрелы в сети взяла? Я там стрелы выпустила дофига больше. Ну, у тебя их много, да? Тебе нужно бежать отсюда, пока возможно. Твой долг ждет тебя. Ты че за Валдеморт? Ты не можешь провести вечность в этом месте. Так ты ничего не помнишь. А, так ты ничего не помнишь. Это явный результат проклятия, но не переживай. Доверься своей судьбе в оставшее. Клядь, я какая-то тварь сбежала. Эй, вы там, а ну-ка вернитесь. Все, пошел знаешь куда. Пока. Окей, да, бежим. Извини, почему ты убираешь рывок? Я же бегу. Изменить прицельный удар, вольность. Нужно прыгать, а ты не слепить вперед. Окей. Никто не пережил бы падение с такой высоты, даже пешка. Оу, май. Гад. Не что тебе сделай, стреляйте. И че, есть смысл. Пока. Ступайся в лучшая душа. И узнаешь все возможное об этом мире, которое будешь защищать. Почему я должна его защищать, скажи мне. Мм? Я не предвзятая к этой игре, ну, типа, несмотря на отзывы. Ну, типа, я не знаю, хочу посмотреть сама, насколько все плохо. Снова же, судя по отзывам в стиме. Снова же, судя по отзывам в стиме. Снова, судя по отзывам в стиме. а не от за что грифона зашел такой красивый классный я свой гоните а Надо было цветы глаз изменить, у меня аж они серо-зеленые. Ну ладно. О боже, что это за... Умоляй, держись подальше. Не беспокойся обо мне. Хищная рапа может полностью поглотить меня, но я не исчезну. Недалеко от этого есть камень, неизвестный как камень разлома, прошу найти его. Если ты правда восставший, это наши пути непременно пересекутся. Снова. Окей, пока. Все в порядке? Что здесь произошло? Эээ, кто? Сначала внезапно появляется Гриффон, и в следующий миг он падает на землю, и вот теперь перерывно стоишь лишь... ты? Что с ним? Так как это, получается, была ты? Ты прилетела на его спине? То, что ты выжила воистину, чудо, не пройдешь со мной в крепости? Мы излечим твою раду, заодно мы слышим твою историю. Будут бы сейчас вдремнуть, да, служба не позволяет. Так, подожди. Я знаю, что, во-первых, я хотела посмотреть... да, окей, запись идет, все хорошо, но у тебя есть какая-то... ага... Фонарь, лук, такая себе броня. Понимаю, карта, задание, снаряжение, соответственно, задание. Следуйте за челом. Статус... никакой. Что? Не игровые персонажи. Любит. Ух ты! Можно как-то? Как я могу посмотреть их? Ага, вот так. Я так поклацаю, короче, по приколу. Рабканье. Окей. Угу. Фут режим. Ой, как много инфы. Ты че? Давай, короче, пока просто побежали как-то... Сюжет, его там посмотрим. В любом случае, где была эта темница, с которой ты сбежала? Не помню, чтобы слыхала о таком месте. Абрилион, он не может находиться здесь, в Вермунде. Может, тебя содержали в соседнем государстве? Нет, полагаю, это маловероятно. С начала войны мы с Баталем разорвали все отношения и не поверив, чтобы туда отправили кого-нибудь с гражданом Вермута. Что это? Проклятие гоблин! Лучше держи уже, подруга госпожа, она ему пригодится. Гоблины? Это же ума! Оказалось, что? Чел, отойди, да я ударю. А, ты еще жив? Что? Что он там говорит, я не читала. И не слушала более того. Старайся встать на возвышение, это без преимущества перед строем противников. О, осмотрим. Ты куда направляешься? Да подожди, дай мне! С чем ты скипнулся? Ладно. На трупах чудовища им подобных можно найти немало полезных предметов, если, конечно, не поблесговать коврятцевых костей. Да ёптэ! Отвали! Не смей лезть ко мне! Ладно. Спасибо. Я бы, наверное, резкость мышки увеличила все-таки. У меня бесконечные стрелы, я что-то понять не могу. Нет! Не лезь ко мне! Ой! Все, в ноги стреляй ему. Да! Окей, давай, отойди! Окей, да, я поняла. Выносливость. Все так. Знаешь что? Куда их? Ты его вообще хоть что-то там наносишь ему? Ты по приколу? Уровень 2. Угу, окей, дайте я осмотрю трупы. О, блин. 100 золотых. Ну или золото, я хожу. Ну, короче, неважно одно и то же. Это что? Ага. Руководство. Руководство. Приветствую восставшие. Мы, пешки, давно ждали твоего прибытия. Что это? Пешки. Они так охотно преклоняют перед тобой колено, но постой нет. Неужели ты восставшая? Ищешь камень разлома, не так ли? Мы можем провести тебя к нему. Прошу сюда. Каджитик, привет! Камень разлома перед тобой. Это ворота, через которые мы, легион пешек, попадаем в этот мир. Попробуй призвать себе пешку, просто нарисуй мысленным обзором верного слугу, которого хочешь видеть рядом с собой. Компаньоны, да? Сейчас вы призовете вашу основную пешку, верного напарника, который будет с вами рядом в напряжении всего приключения. Как она будет выглядеть? Попробуй представить себе ее внешность. Есть шаблон? Давай шаблон посмотрим. Ну, я типа не хочу тратить снова же время. Я хочу! Я хочу, но... Показалось, что чел похож на одного из... ГГ... Не ГГ, а на созданного стандартного персонажа в Болдерскейте. Окей. Это что, я? Прикольно. Очень все прикольно. Дайте мне каджитика. Каджи-ти-ки. Каджи-ти-ки. Каджи. Нет, голова... Нет. Редактирование. Мех, туловище, голова. Нет, 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 я хочу просто как-то... Боже. Боже, каджитики. Боже, как я обожаю каджитиков. Ушки. Ладно, я не буду, да, менять? Джи-ти-ки. Кошечка. Ой, смотри, как она... Типа львится. Ну... Типа, ладно, окей. Да, гриво только у львов вроде, но не важно. Какой-то вообще волнует. Кого? Меня не волнует. Ладно, давай тебе сделаем какую-то вот... Какую-то вот такую, да? Я, которая не трачу... Типа, не трачу время на создание. Угу. Цвет. Я не буду, наверное, менять тебе цвет кончики, может, какие-нибудь светлые сделаю, просто по приколу. Светлые. Светлые. Глаза. Я ж не вижу. Окей. Цвет радужки. Цвет радужки. Поличный цвет радужки. Светленький. Основной цвет. Тоже светленький. Окей. Что тут вообще с ресницами? Цвет. Длина. Окей. Ой, на вас так плохо видно. Конжидика, если сделать белую, будет хорошо видно, да? А я могу его... А, я могу его подвинуть. Давай подвину. Так, не сюда, не то. Вот так вот. Ого. Ого, какое. Так вот. Можно как-то вниз? Вертикали. Это отлично. По горизонтали. Это тоже прекрасно. А, подожди. Вот так. Это повышенное. Вот туда. Почему оно вот сюда заходит и меняется? Окей, пофиг. Окей. Ладно. Будет светлый. Да. Характер. Сострадательная, верная, исполнительная, наиболее послушный тип пешки. В битве стремится к балансам и предпочитает поддержку, поспешит на помощь. Невозмутимая, рациональная, практичная, отдельная, видная. Пешка отличается с осторожностью, предпочитает тактику защиты и уклонений, чтобы выжить. Непосредственная, любопытная, любопытная, честная, авантюрная, по характеру души нараспашку. Обожает исследования и сбор полезных находок. Всегда готова к моим испытаниям. Справедливая, обеспеченная, порывистая пешка, которую не сковывает какие-либо правила, испытывает восторг от битвы, яростно набрасываясь на свирепого врага. Либо прямой лейной, либо невозмутимая. Серьезно. Наверное, невозмутимая. Без звания. Вор. Воровка. Ты будешь воровка, потому что... Ну, ты каджитка. Я не знаю, это... Для меня это стандарт. Невозмутимый 3 у тебя? Погибость будет так. Имя? Эээ... Короче, те, кто знает, те знают. В Скайриме есть чел-компаньон под именем Джзарко. Каджит. Давай, я тебе просто что-нибудь на Дэнель подберу. Док. Понятно. Джимар. Пусть пойдет Джимар. Больше всего... Шарко похоже. Окей. Хеллоу. Ну да. Эээ... Ладно. Пешек часто называют кочевниками, ибо мы путешествуем между этим миром и множеством других, с которыми связаны. Я не исключение. Те знания, что были получены в иных мирах, без сомнения пригодятся в твоих скитаниях. Для меня, как для верной пешки, честь сопровождать тебя, и я с радостью использую свои знания тебе на пользу. Черт меня за ногу, прямо на моих глазах была призвана пешка. Выходит, ты в самом деле восставшая. Удивительно, я-то думал, что восставшая в столице. Не может же быть несколько восставших. Все это за грани моего понимания. Впрочем, уверен, старший страж границы во всем разберется, если, конечно, нам повезло, и он уже вернулся. Думаю, все прочие вопросы оставим старшему стражу границы. Пока он не вернулся, спокойно занимайся своими делами. Что-что? Совсем ничего не помнишь, говоришь? Думаю, тогда тебе следует отправиться в Мелло. Не так давно там бесчинствовал дракон. Говорят, между драконами и восставшими есть какая-то связь, и, ежели ты и есть восставшая, то, возможно, вспомнишь там нечто важное. Да я прям как в Скайрим окунаюсь, ты знаешь. Граничная застава, северный дозорный лагерь. Камни разлома. Коснувшись камня разлома, восставшие могут перенестись к мосту между мирами, которые пешки используют, чтобы пересекать разлом. Это позволяет восставшим призвать пешек, отвечающих особым требованиям. Однако эти пешки не могут повышать свой уровень, покуда сопровождают вас. Посему нанимайте новых пешек поддержки через регулярные отрезки времени. Ага, фига, слышишь? Я еще их и должна... Приветствую, восставшая. Пожалуйста, задавай любые вопросы, и я дам ответы в меру моих сил. Окей. Нас часто зовут кочевниками. Мы родились в других мирах и сюда прибыли через камни разлома, которые пригодятся и тебе, восставшая. Впрочем, о нашей истинной природе я ничего не скажу, поскольку я ее не знаю. Никто из нас не знает, нам это не нужно, мы просто выполняем то, что нам прикажут. Камни разлома это врата, соединяющие этот мир со множеством других. Благодаря их силе мы приходим в этот мир благодаря ей же, когда наша миссия выполнена, мы возвращаемся в собственные миры. Так зовут тех, кто испрант судьбой, восклавит легион пешек, чтобы защитить этот мир от угроза дракона. Пусть ты ничего не помнишь, боюсь предназначения судьбы тебе не избежать. Окей, все, я все узнала. Окей. А я могу с тобой как-то побеседовать? Я берегу свои силы и резвость, чтобы выжать в любой битве и времени в необходимую тактику и стратегию. Окей. Беседовать. Слушай, куда же нам теперь идти? Эй, с этого. другие. Ого, 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 у вас тут. Что это? Официальные пешки это особенные пешки, которые могут быть наняты в разделе официальные пешки в меню камня. Да, логично. Они отличаются от обычных пешек следующим образом. Их имена отображаются другим цветом. Пешки до 10 уровня включительно могут быть наняты без использования кристаллов разлома. Вы не можете менять их снаряжение. Они не будут проявляться в ежемесячном и совокупном рейтингах. Могут быть исключены из их элементов игры. Кроме того, официальные пешки могут быть доступны для найма только в течение ограниченного времени. Посетите наш сайт, чтобы узнать. До свидания. Окей. Отмена. А, отмена. Я не буду этого делать. Как выйти? Как выйти где? Верните меня. Верните. Я же уже осмотрела. Покинуть, а покинуть руслом. Господи, я думаю, что происходит. Не пугай меня. Я вижу, конечно, проблемы в этой игре в плане оптимизации. И не то, чтобы тут... А ты за мной будешь идти? Да? И не то, чтобы тут графика как-то очень крутая, потому что она... Ну, вот. Тут. Ну да. Окей, ладно. Все, пошли. Не буду сильно карту мира. Окей. Покинуть поиск... Список заданий. Соберитесь в деревню. Окей. Погнали тогда. Мы бежим. Я могу тут что-то поделать вообще в целом? Типа я могу? Не стоит полагаться только лишь на автосохранение, чтобы прогресс в этом мире оставался актуальным. Рекомендуется регулярно отдыхать в гостиницах, если вы хотите обеспечить надежность сохранения данных зоны отдыха. Приветствую, вид, у тебя устало. И вот что я тебе скажу. Можешь сегодня остаться на ночлег бесплатно, но завтра уже придется заплатить. Мой отец всегда говорил, что утро вечера мудренее, я боюсь, я могу немного предложить, немного предложить, но в более изысканной гостинице ты найдешь все необходимое. Раз уж ты тут, позволь дать тебе совет. Пока можешь, посвяти себе призвание. Это откроет перед тобой новые двери поверь мне. Если будет возможность тебе след, остановиться в гостинице в Мэлли. Я пойму, если там тебе нравится больше. Отдых в гостинице полностью восстанавливает здоровье, выносливость отряда, также уменьшенные параметры шкалу. Что? Шкалу, отражающую снижение максимального количества здоровья, накапливающиеся при получении урона в гостинице, вы решаете, когда проснутся утром или ночью, что полезно, если нужно быть на ногах в определенное время. Дальновидные путники регулярно отдыхают в гостиницах, чтобы не рисковать в лесу. Я пока не буду отдыхать, и пока. Вообще. А, смотри, у меня не полная хп, а что я не буду отдыхать? А я буду отдыхать, получается. Да-да-да-да-да-да-да, я это поняла уже, не надо мне повторять. Давай. Нам нужен отдых. Еще из-за бесплатно, а что нет? Добавленные предметы будут отправлены в хранилище, получить доступ, можно в любой гостинице, поговорив с хозяином. Что? Что ты как? Нормально? А ну. Хранилище. Забрать. Что тут у меня? Это мое? Стой, подожди. Щит. А ты с чем ходишь? А нас... клинками, наверное, ходит. А я с луком. Поэтому я возьму. Положить на хранение. Ничего не хочу уложить на хранение. Гильдии призваний. Тысяча золотых, ты что, обосрался? Приобрести и применить умения. Гильдии призваний. Смена призвания. В залах гильдии призваний можно пройти все процедуры, позволяющие освоить то или иное призвание. Открыв новое призвание, вы можете переключиться на него в любое время, чтобы открыть новое. Вам понадобятся очки дисциплины, которые вы получаете, поверкая врагов или выполняя задания. Навыки. Каждое призвание наделяет вас определенными навыками, которые становятся доступны для освоения с ростом вашего ранга в призвании. Чтобы открыть новые навыки, вам потребуются очки дисциплины. Базовые навыки можно применять сразу же, как они будут получены. Однако навыки оружия необходимо установить заранее до момента их использования. Усилить. Окей. Окей. Просто окей. Я пока ничего не буду с этим делать. Навыки оружия сделаю. 138. Я все равно не могу это получить. Типа, усилителей у меня нету. С. Ты что-то можешь получить? Ты тоже нифига не можешь. Мы пошли отсюда. Пока. Всего хорошего. До свидания. Это вряд ли. Похоже, ты признаешь мое достоинство. Не ставши, я полагаю, для меня будет честь служить себе. Ты кто? Ты просто хочешь ко мне присоединиться? Без каких-либо просто так? Даниэла. Магия? А кто, подожди, ты? А, ты тоже это. В принципе, АЧУ нет. 0КР. Я беру. Давайте стоять вместе, чтобы оправдать доверие восставшей. Да, да, да. Пошли. У меня новая пешка. Я не знаю зачем, но она есть. Окей. Погнали. Погнали туда. Погнали сюда. Приветствую, это солдатка. Странно видеть тебя в целости, сохранности. Видишь ли, в последнее время эту местность наводнили полчища чудовища. Слушай, у меня нет времени говорить. У меня 4 минуты осталось. Мы даже начали посылать новобранцев проредить их ряды. Правда, что ли? Кто пошел туда? Локлен. Наполагаю, с ним все будет в порядке. Да, хотелось поверить, и кого послали в ту сторону. Акардо. Честно говоря, господин, я немного беспокоюсь за него. Что? Разве не сообщалось о Карпях в той местности? И унес не справится с этими тварями в одиночку. Я впервые об этом слышу. Тьфу. Я хочу отправиться к нему на помощь, но мы не можем просить посты. Слушай, у тебя бесстрашный вид быть. Может, отправишься к нему вместо нас? Это рядом, совсем далеко от главных ворот. А почему я должна это делать? Я... А вы мне что-то... Идите за это? Прими мою благодарность и уверен благодарности карты. Ну, хорошо, благодарность принимаю в виде желательно денег или какой-нибудь брони. Приоритетное задание, понятно. Некоторое задание подвержит течению времени. Спешить на помощь, типа я должна его сейчас сделать, да? Покажи. Отправьтесь на помощь. Приоритет можно задать? Спасибо. Пошли к нему. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты кто? Приказы пешкам. Выставшие могут отдать сопровождающим пешкам четыре приказа. В результате их выполнения будет зависеть результат будет зависеть от окружающей обстановки в бою, походе и так далее. Действовать ко мне, очевидно, ждать на помощь. Как приказывать? Вы что? Боже, бедный чел. Бедный чел. Все, хамбец ему. Я даже не успела его потрогать. Знаешь, вы молодцы. А, тут еще кто-то, да. Хорош. Я, давайте, я ближний боюсь сейчас там. Они и сами справляются, типа, реально. Я тут по приколу. Хорош. Вы вообще хорош. Умеете. Хорош. Смотри, прикольно. Я так был. Короче, давайте я сразу начну говорить, что да, я уже сказал, что я вижу проблемы тут и я вижу, как вот это неплохое местечко, чтобы собрать всякие ингредиенты. Можно собрать немного, а уж используем, когда будет нужда. Типа, да, это все прикольно и прикольные, ну, в смысле, мои пешки. Мир тоже, ничего такой. Если бы... Помните в этих краях? У меня талант замечать нужные находки, новые поиски для меня в радости. И еще мне интересны любые полезные механизмы. Ты кто? Почему у тебя лицо, как у меня? Ты хочешь, чтобы я тебя взяла? Я тебя беру. Надеюсь на твою поддержку в перетряге. Задание пешек. Я не буду читать, у меня времени ровно ноль. Пошли. О боже, они уже там дерутся. Короче. Честно, игра мне была бы интересна, но я вижу, вот эти проблемы с оптимизацией, они есть. Не то, чтобы оно прям сильно давит, но ну, по крайней мере, на меня. Однако, не надо меня бить пока, ладно. Окей. Где кого бить? Ага, ты там деретесь. хочешь мне помочь? Да, я помогаю, если ты не видишь. Где, где ты летаешь? Подожди. Прекрати. Недуг. Недуг. Это негативный статус, эффект которого может варьироваться от нанесения урона. короче, я оставлю это здесь. Окей, все. Короче говоря, игра была бы неплохой, точнее, ну, как я так думаю, возможно, хотя мы прошли только начало, и до сюжета нам еще далеко, конечно, но я либо и честно, я не знаю, наверное, будет одна серия по нему, и все, и может быть, мы дождемся, когда у них улучшится немножко оптимизация, может быть, а может быть, мы не будем ждать, и просто, ну, посмотрели и посмотрели, кто знает, короче, но пока так. Напишите свое мнение про игру, если вы играли в нее сами, или если вы посмотрели ее у меня, и сложили из этого мнения, тоже пишите. Да, спасибо вам сейчас за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на инстаграм, на твиче, так же ставьте лайки, оставляйте комментарии, и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения, и до встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok